Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы задаете вопрос, в котором много возмущения о том, что есть различные религии, православные, католические. Описывайте случаи, когда в какой-то часовне на кладбище вас угощали вафлями, служительница церкви, когда речь зашла о католиках, она сказала, что там нет благодати. И вас это все глубоко возмущает. Вы спрашиваете, а что, Бог православный или Бог католик, религия? Пишите вы опиум для народа, разделяй и властвуй, набогащайся и царствуй. Что-то вот в таком стиле. На вас возмущение. И, в общем-то, вопроса, как таково нет, есть в основном возмущение. Я хочу сказать, что действительно, как вы пишете, многие динаминации христианские исповедуют Иисуса Христа, Сына Божьим, веруют в Иисуса Христа, но разный уровень понимания духовной жизни у каждой религии. Почему православная церковь называется православная, причем, то есть православящая Бога, причем называют нас православными не только мы сами, а вообще все другие представители других конфессий, протестанты, католики, и мусульмане, и иудеи называют нас православными, православящими Бога. И по-гречески это слово звучит ортодокс, то есть православное — это ортодокс. Ортодоксия или ортодокс — это символ неизменности, то, что не меняется. И вот религия, веру в христианскую церковь, которую основал нам Христос, дал нам Христос, через апостолов эта вера не меняется. Она есть православная, она есть вера ортодоксов, неизменная вера. А уже потом, когда начали люди откалываться от церкви, они начали примешивать свои собственные выдумки к этой религии и примешивать свое собственное понимание догматов церкви. Вы знаете, если бы вы глубоко воцерковились, или просто хотя бы воцерковились, вы бы увидели, что многие вещи превосходят человеческое понимание, те, что в церкви происходят, до них надо дорасти. Нам не хватает развития ума и сердца, чтобы понять вот все то, что нам заповедовал Господь. Это бесконечность, бесконечное развитие. И те люди, которые не захотели дорастать до этого, которые возомнили, что и сейчас они умные, и все знают, и все понимают, они выкинули из православной веры, например, многие таинства. У православных семь церковных таинств, у протестантов два или три. Остальные таинства они не понимают, не принимают, значит, их выкинули. Почему называется секта? То есть сектор, часть круга. Есть круг, бесконечность, окружность, а есть сектор, ограниченное пространство. Сектор ограничен, а круг бесконечен. Так вот просто она вера бесконечно, говоря простыми словами, а секта или другие деноминации, они ограничены. И попав в секту, в сектор, ты попадаешь в замкнутое пространство, не в бесконечность. В этом опасность, что духовное развитие твое останавливается. Ты топчешься на одном месте, в отличие от веры православной. И святые отцы, они умирали за веру православную. Их калечили, мучили, пытали. Например, как Максима Исповедника, преподобного, которому отрубили руку, отрезали язык, хотя его заставить отречься от православной веры, чтобы он принял какое-то другое учение, человеческие выдумки, басни, вместо Христового учения. Он отверг эти соблазны и был за это изувечен. И множество-множество других святых водников Божьих до крови, до смерти стояли за чистоту православной веры, чтобы передать ее нам. Что уж говорить о том, что в первое время христианской церкви, когда она только зарождалась, был единый символ веры. Не было ни католиков разделения на католиков, православных протестантов. Не было. Вот был единый символ веры. Этот символ веры дошел до наших времен. Вот этот единый, который не изменился, который ортодоксальный, этот символ веры остался только в православной церкви. Все остальные отделились, все остальные попридумывали новые какие-то вещи, которые не от Бога, которые не ведут ко спасению, которые искажают православную веру, которые добавляют в нее яда. Вот точно так же, как мы с вами возьмем два кувшина с молоком и в один добавим просто несколько капелек яда. И вы об этом не будете знать. Я поставлю два этих кувшина вам на стол и скажу, выбирайте, пейте. Вы скажете, они одинаковые абсолютно. И только тот, кто отравил этот кувшин, будет знать, что там яд. Вы не будете знать. Если вы пьете чистое молоко, вы будете здоровы и будете сыты. Если вы выпьете отравленное молоко, которое ничем по вкусу не отличается, вы будете либо болеть, либо умрете. Так и с верой. Тот, кто добавил туда веру в православную, чистое словесное молоко, добавил яда, то есть лжеучения, ересей, он знает, а это бес через людей добавил, через прельщенных людей, через раскольников, через сектантов добавил этот яд. Он знает, что для людей это губительно будет. Еще и потому, что все динаминации настроены агрессивно по отношению к православным. Становятся часто врагами, православной веры. Хулят иконы православные, вот как происходит у протестантов. Хулят иконы, икона почитания, почитания святых мощей и угодников Божьих. И многие другие таинства хулят, ругаются, называют нас иритиками, хотя наша вера неизменная, она от Иисуса Христа апостольская. И многие другие повреждения души происходят, помимо того, что человек находится в секторе, в ограниченном каком-то состоянии духовном, без развития духовного, в секте, в секторе, он еще отравляется ядом осуждения православной церкви, православной веры и многое-многое другое. Поэтому надо принять православную веру, которая право славит Бога, довериться Богу, что вот это ведь учение Божие, неискаженное, чистое словесное молоко. Надо в это просто сперва поверить, потому что сразу этого понять мы не можем, не хватает наших мозгов, нашего разума и сердца. А потом, со временем, поверив, мы получим знания и увидим, что действительно это так, что истинная вера только православная, все остальное есть искажение веры, прельщение и тонкий обман, невидимый, часто духовно неразличимый. Поэтому будьте православным, не возмущайтесь. Не Бог разделил на религии людей, а люди и бесы разделили друг друга на эти религии. А настоящая вера, истинная, только православная. Помоги вам Господи это понять, принять и увидеть в этой жизни и вечности со всеми святыми от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok